Здравствуйте дорогие друзья! Наверняка вы уже заметили красную единичку на иконке с настройками и готовы впитывать информацию о том, какое такое обновление безопасности подготовили для нас в Купертино и не скажется ли она пагубна на ваших устройствах. Вы пришли по адресу, устраивайтесь поудобнее. И тут вы проходите по ссылке до установки прошивки и понимаете, что русским Apple ничего не объясняет, ибо нафиг что-то говорить людям, которые ассоциируются по всему миру, с водкой, балалайкой и медведями. А вот американская страничка кардинально отличается и говорит немножко больше. Заплатка закрывает дыру в безопасности браузера Safari и движка для отображения веб-страничек WebKit, на котором работают все популярные браузеры, а то еще недалекие подумают, что в Apple криворукие работают. Не только в Apple. О чем все это говорит? О том, что недавно обнадруженная аппаратная уязвимость спектр прикрыта, а это значит, что неумолимый террор извне в лице Даркнета не сможет получить ваши секретные данные с фотками котеек, детишек и жен супругов. Нужно подчеркнуть. Да-да, это та самая уязвимость обнаруженная в процессорах Intel, AMD и ARM. Но в журналистской сфере больше всего досталось именно Intel. Разглагольствовать больше по поводу принципа работы этой ошибки не буду, для этого есть Википедия. Несмотря на то, что в качестве цены за заплатку обещали где-то 30% снижение в производительности, ничего не произошло. Ванга в гробу перевернулась. Тесты производительности, что в Geekbench 4, что в Antutu показали одинаковое количество очков. Apple даже акцентировала на этом внимание, что ни на настольных, ни на мобильных платформах ни о каком снижении производительности и речи быть не может. Все работает ровно так же как и раньше. Ни быстрее, ни медленнее, ни к сожалению не автономнее. Так что обновляемся и не паримся. Не забываем ставить пальцы вверх и ждем следующего видео. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч.